Всем огромный привет! Поговорим сегодня о влогах канала Семья Бровченко. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на этот канал и на другой мой канал, который называется Пойдем со мной. Ну а также присоединяйтесь к телеграм-чату. Ссылка и на мой новый канал, и на телеграм-чат будет в закрепленном комментарии и в описании к этому обзору. Ну а Бровченко продолжает заниматься какими-то отделочными работами. Они уже прогрунтовали стены, теперь вот они приступили к покраске, трудятся не погладая рук. Хотя нет, трудятся только Боря. Таня возлежит. Почему? Потому как у нее медузное состояние. Да, представляете, и такое бывает. Медузное состояние. Таня говорит, это вот состояние она придумала лично. Ну даже вот не Таня это сказала, а Боря, мол, про Таню, да, что Таня придумала это состояние. Мол, когда расплющиваешься или расплываешься по кровати, вот прям как желе, и температура тела понижается. И такой вот анабиоз получается, да. Таня впала в анабиоз. Да, кратковременно, но тем не менее. А вообще, вы знаете, я подумала вот этого самого медузного состояния у Тани очень часто. Очень часто. Вот с утра, например. Она вообще старается рано не просыпаться, она спит, ну, до 12, возможно, до 11, когда как. И вот она, получается, в этом самом медузном состоянии пребывает. Ну так ведь она распласталась по кровати, температура тела понизилась. Все по-честному. Какой-то кошмар. Вот для своей лени Бровченко даже какое-то только им известное состояние придумали. Представляете, они оправдывают свою лень всем, чем угодно. Вместо того, чтобы взять в руки валик, в конце концов, да, и пойти помочь Боре красить стены. Таня, нет, она придумает себе что-нибудь вроде этого самого медузного состояния, лишь бы не перенапрягаться. Ой, у неё вообще столько работы, ей же ещё надо как-то вот канал вести, да. Она нам об этом говорит. Вот я канал веду, я работаю. Представляете, она работает. Однако же, когда она взяла в руки кисточку, краску, и что она там ещё брала, шпатель и так далее, она говорила, ой, так тяжело оказывается, мол, только теперь она зауважала труд вот этих вот людей, которые занимаются отделочными работами. Нормально так. До сих пор вообще не уважала ничей получается труд. Она считала, что люди не работают, а только притворяются, или им деньги сыплятся с неба сами по себе, как манна небесная. Я не понимаю, Таня, или она считала, что только труд блогера достоин уважения и хорошего заработка. Вот как-то странно она так выразилась. Но, тем не менее, уже что сказала, то сказала. Из песни слов не выкинешь. Но потом Таня встала всё-таки и пошла помогать Боре. Всё, они думали, как же им усовершенствовать свой процесс окрашивания этих самых стен. И говорит, вот хорошо нам зрители посоветовали взять в руки палку. Боже, думаю, Бровченко взяли в руки палку. Сразу вспомнилось, что когда обезьяна взяла в руки палку, она стала человеком. Так вот, зрители практически заставили Бровченко начать процесс эволюции и потихонечку эволюционировать в людей, прямоходящих. Хотя, вы знаете, прямоходящие вряд ли получится им прямоходить, прям вот с гордо поднятой головой, с ровной спиной у себя на втором этаже. Там такие коморки, там надо в три погибели согнувшись ходить. Иначе не получится. Особенно меня радует туалет. Туда надо заходить пятясь, сразу садиться тут же вот по завершении процесса, да. Точно так же, не разгибаясь, вот так вот сделать шаг или два вперёд и выйти из этого самого туалета. Условия, конечно, отрасные. Кстати говоря, на втором этаже у Бровченко прекрасно всё. Начиная от высоты потолков, которая очень низкая высота, да. И заканчивая размерами комнат. Оказывается, комнат изначально вообще предполагалось на одну меньше. Но дети сказали, нет, мы хотим, чтобы у каждого была, пусть и маленькая, но своя комната. Но опять же, как это так получается? Если у каждого маленькая, но своя, тогда почему трое младших детей ютятся в одной комнате? Младшие дети не дети, или как это понять? Но Таня надеется, что дети выпорхнут из родительского гнёздышка, и комнаты старших детей, которые выпорхнули, займут вот эти самые младшие дети, которые ютятся в одной комнате. Представляете, это какая ненависть между детьми взращивается самими в Бровченко. Младшие будут желать скорее того, чтобы старшие скорее уже съехали из этого дома. А куда они съедут? Ну, разве что куда-нибудь учиться, чтобы там было общежитие, а иначе куда? Ну, мальчишки, возможно, в армию, да, об этом говорили в телеграм-чате. Ну, а Аня, ну, не знаю, куда Аня. Ей бы учиться, действительно, куда-нибудь пойти. Но опять же, с их знаниями, с их семейным обучением, с их семейным образованием, вряд ли она сможет учиться. Да и мальчишки тоже вряд ли смогут продолжить обучение. Потому как те знания, которые они получили, ну да, это всё-таки липко. Кстати говоря, Таня так ещё и не начала учебный год. Вроде как, вот, первое сентября, год учебный должен начаться, и дети должны пойти каждый в свой класс, но этого не происходит. Вроде как, Боря маленький уже в первый класс должен пойти. Но опять же, Таня молчит на эту тему. Боря ходит с наклейками какими-то, одну наклейку себе на лоб нацепил, как-то вот нос разрисовал себе красным фломастером или маркетом, чем он там себе разрисовал. Ходит счастливый, довольный, но его ничего не тревожит, и это нормально, он, ребёнок, тревожить и заботить должно родителей. А родители не чешутся. Родители расплостались на кровати, как в желе, и счастливы. А ещё родители придумали использовать малярный скотч, почему-то не под назначением. Если у них и стена, и потолок одним цветом окрашиваются, то для чего они оклеили малярным скотчем стык между стеной и потолком? Непонятно. Потом поняли, что зря это сделали и убрали малярный скотч. Гениально. Я вот подумала, лучше бы они вдоль стены клеили бы пол, этим самым скотчем малярным, чтобы какая капля той краски капнет, чтобы она осталась на этом скотче, а не въедалась бы в эти самые ДСП, ну или из чего у них там пол состоит. Правильно написали в Телеграм-чате, малярная лента хороша, когда два цвета, или три цвета, или более цветов, да? А так, когда один цвет, ну что от чего защищает Бровченко? Один бежевый цвет от другого бежевого цвета? Ну, как-то вообще непонятно было и странно это всё. Ну хорошо, сообразили и сняли этот скотч, уже хорошо. Про краскопульт тоже зрители Бровченко напомнили, представляете? Зрители лучше Бровченко знают, что у них есть и чего у них нет. Где-то видано. Ой, кошмар какой-то. И вот Бровченко вспомнили, пока что зрители, что у них есть этот самый краскопульт, и сказали, да, теперь нам будет проще. Теперь взяли палку, на палку насадили валик, теперь будет ещё и краскопульт у них, и дела пойдут гораздо быстрее. Ну, посмотрим, посмотрим. Паша попросил Таню его постричь. Таня и постригла. Как могла, так и постригла. На лысо. Мол, не получилось так, как она хотела изначально, а потом уже исправлять уже было нечего, поэтому решили проблему радикально. На лысо постригла Таня Пашу. Какой ужас. Грядут холода, а Паша лысый. Но Таня говорит, ничего, сейчас буду стричь Тимофея. Тимофей на очереди. Я так думаю, что прически лысо-молоски Паши и Тимофея будут одинаковые. Но Таня заявила, что, мол, потом, когда волосы отрастут, мальчишки пойдут в парикмахерскую. А что, сразу не судьба была пойти в парикмахерскую? Или Таня пожалела денег на парикмахерскую? Или как это вообще понять? И вот, когда у Тани закончилось её медузное состояние, она присоединилась к Борю-старшему и стала вместе с ним красить стены валиком. Понятное дело, что краска и на одежду попадает, и на волосы, на волосы. Что такое платок или какая-то рабочая одежда, Бровченко не знает. Зато они знают, что такое лесная одежда. И именно в эту одежду они передили Борю-младшего. То есть, это старая футболка зелёная. Если я не ошибаюсь, по-моему, это футболка Саши. Если я не ошибаюсь. Или Тимофея. Ну, не суть. Но в любом случае, это какая-то старая футболка, которую кто-то из старших братьев Бори-младшего носил. И это теперь стала лесная одежда. Ну да, помним мы прекрасно, что когда Бровченко жили в черте города, одежда у них делилась на две категории. Городская одежда и, по-моему, дворовая, если я не ошибаюсь. Дворовая одежда такая была, что ты слёз не взглянешь. Ну, а городская более-менее приличная была. Интересно, лесная одежда, наверное, это была одежда, которая досталась от старших братьев. Наверное, так. А иначе как объяснить, что такое лесная одежда? И в этой одежде только в лес можно ходить? Ой. Но, тем не менее, в лесной одежде почему-то Боря был, но, тем не менее, находился дома. Так что как-то вот непонятно, почему вдруг старые какие-то уже разношенные, какие-то застиранные футболки старших братьев, они называют лесной одеждой. Ну, это Бровченко. У Бровченко всё очень интересно и непонятно. Вот мне интересно. Таня, она купила, помните, целую кучу вещей. Новых, хороших. Какие-то платья были. Помните, она к этому платью искала поясочек, потом искала колготочки, потом какие-то туфельки и так далее. Потом какие-то аксессуарчики. Таня, когда и куда это будет носить? Это раз. Во-вторых, почему детям ничего нового не покупается? Почему какие-то баулы от каких-то непонятных людей Таня и Боря приносят? В том, точнее, Боря. Но я так думаю, что Таня созванивается предварительно со этими людьми, и люди уже готовят им какие-то пакеты с этими вещами. А Боря едет и забирает. Почему не новое детям покупают? Почему всё старое, растянутое, выцветшее? Почему Тане только всё новое, а детям нет, детям не надо, дети перетопчутся. Какой кошмар. И это при всём при том, что бровь чем-то старше живут за счёт своих детей. Живут благодаря детским пособиям. Но дети из этих детских пособий ничего не видят. Ни еды, ни образования, ни одежды. Ну да, я немного отвлеклась. Вернёмся к Тане, которая вытерла голову от краски, которая попала на её волосы. Просто так взяла и вытерла. Думаю, Таня, ты душ собираешься принимать или нет? Вроде бы собирается, вроде бы сказала, что пойдёт в душ. Но опять же, обещать не значит жениться. Пойдёт ли? Не знаю, не уверена. Это же бровчинка, от них всё можно ожидать. Напишите своё мнение в комментариях, как вы считаете, пойдёт Таня в душ, не пойдёт? Будет она тот душ принимать, не будет? Боря после этих самых работ будет принимать душ или не будет? Или прямо так вот и лягут те самые постели, которые у них расстелены на полу и помывшись? Ну, почему бы и нет? У них есть теперь стиральная машина, есть сушильная машина. Всё есть, всё замечательно. Хотя Таня говорила, нет-нет, мы детей только чисто им пускаем теперь в постель. Мол, только дети им пачкают постели, якобы. Ага, только дети. Конечно, дети у вас виноваты во всех бедах. Да, ужас какой-то. Вот они родители, я даже не знаю, как их назвать. Бровчинка старший в чужом глазу в соринку замечает, а в своём глазу бревна не видит. К сожалению. Вот таким получился у меня обзор. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok